Молодежь спрашивает вас, как не ошибиться в выборе девушки? Почему так критизируют именно девушек? Наверное, подразумевали еще и парней. Я не знаю. Я знаю, но я не знаю, что подразумевали. Я как ученый, в ней есть документы, спросил, как ты спросил, так и я ответил. Парней, смотря кто... Сейчас уже непонятно, кто что спрашивает, потому что и девушки могут спрашивать, как девушек, и это не поймешь. Потому что, в принципе, и там, и там, и вообще везде одинаковые методы. Девушки раньше спрашивали, как что-то закадрить, хотя я не понимаю, девушки сами вешаются, это такой природный фактор, что там проблем-то нет. Сейчас вот как выбрать, видишь, уже это следующая стадия развития, это уже более-менее умные, которые действительно понимают, что надо тут какой-то, не просто так кидаться в первую попавшуюся дыру, черную, значит, ну много чего, пойми, вопрос непростой, потому что девки собирают столько заразы и мандовошек, сколько ни одна мужчина не соберет. И это действительно проблема. Потом, ну ладно, минимум, если она тебя заразит, мандовошками, там, полежишь в этом диспансере, и на этом все закончится, это счастье вообще этого. Но если еще будет какой-нибудь бэбик, и ты будешь как дурак горбатиться, вместо образования, путешествий и создания себя прежде всего, это трагедия. Здесь масса всего, плюс она же еще, знаешь, как горе от ума, уж я не тот, да, там, чадский вид старого приятеля, он уже похож на, так сказать, подушку от старого дивана, да, потому что уж я не тот, и там его какой-то начальницей, он подкаблучник. Огромная-огромная проблема. Надо на все смотреть, надо смотреть на ее родителей, потому что она станет скоро, как ее папа-мама. Ну, просто скоро станет. Она, сейчас она более-менее, да, козочка, да, через два года это будет не козочка, это будет корова. А ты будешь козел, то есть ты и был козлом, а только уже, так сказать, старым. И это, потом надо всегда помнить, что мозг мужчин и женщин, он эволюционно принципиально пошел по разным путям, по-разному развит. Это не хорошо, не плохо, это просто научно так, ну, как хотите. И главная задача женского мозга, это плод многих, так сказать, миллионов лет, это и хитрость. Хитро обуздать себе найти самца, который сделает потомство, его окрутить, охмурить. И в плане хитрости девки в триллиард раз сильнее, чем мужчины. Мужчин, может быть, гений, может быть, нобелевский лауреат, но у него по хитрости он ноль. Он вообще просто никто по сравнению с любой самой провинциальной дурой из деревни. Это надо помнить, потому что если у мужчин поля головного мозга, а не на то, что там какие-то нобелевские премии, что-нибудь такие, табуретки или по физике, строгать, то здесь только строгать детей. Исключения есть? Есть исключения. Вот это самое частное, будет орать, феминистки, девки, наоборот, эти недотраханные. Вот нет, а мы, вот пример, она там, значит, вообще профессор или Тэтчер, что у нас сейчас уже народилась биомасса 7 миллиардов. Если на 7 миллиардов уже померла одна Тэтчер, это, как называется, это называется исключение из правил, что делает только подтверждает правила. И потом Тэтчер все-таки не Софи Лорен, а Софи Лорен не Тэтчер, и Софи Лорен вам недоступна. То есть, ситуация непростая. Видите, как вот со всем этим контекстом, я просто вам обозначаю те проблемы, на которые вы должны обратить внимание. В ходе похода вы должны на это дело обратить внимание. Итак, хитрость. Кроме того, если она делает, поскольку хитрые, они автоматически прикидываются, они мимикрируют под вас. Если вы типа не совсем идиот, то есть, ну, не совсем животное, так сказать, вы прикидываете, что видели 5 роликов Панасенкова, она может вам сказать, что ой, я не, вообще, я не спешу делать детей, и сначала, вот, образование, профессия, карьера, потом уже семья и прочее, прочее. Значит, во-первых, это может быть ложью. Ну, кто вам сказал, что она вам не врет? Вон, пожалуйста, Путин говорит, что мы будем бороться с коррупцией, боремся вообще, ночей не спим, только об этом и думаем. Ну, что? Это центральные каналы показывают, а тут она вам это говорит в подъезде или на Сеновале. Ну, разница есть. Во-вторых, она может и сама искренне вот сейчас на этом Сеновале, в этом грязном подъезде или пока уехали родители. Она искренне думает, что да, она тоже посмотрела ролик Панасенкова, да, надо подождать 2 дня и не делать детей и прочее. И она искренне так считает сейчас. Но учтите, что, кто вам сказал, что она не передумает завтра, через месяц, через год. Посмотрите, что такое гормональный фон у женщин. Он влияет на все, включая там земную ось. Поэтому, ребят, тоже надо подумать. Ой, как надо. Надо, надо очень в этом отношении думать. И, кстати, ну, в общем, мне на них-то наплевать, там чужие. А вот, кстати говоря, ты в Петербурге сидишь, Антон, очень тоже внимательно. Петербург – это такой город. Это, там, конечно, все холодно, и Нева замерзла, но это все может быть тоже. Все, поэтому ты давай так. Если тебе что-то где-то, сразу присылай фото. Мы на коллегию вынесем. Шатилова Анна Николаевна. Вот, сначала прислал это самое все, плюс еще анкету, родители, где чего, так сказать, да, это сатомографию. Потом с Шатиловой пошлю ее в этот кожный диспансер венерический. Она, значит, по блату, чтобы там не мерзли на улице яичники, не морозили, значит, по блату они быстрее пройдут. Сделали там все, все эти дела. Потом, это же тоже, некто не сразу выявляется месяц, она в запертии, потом повторная, и потом под, так сказать, контролем троих моих охранников, пожалуйста, но только пока добавление в Facebook. Дальше следующий. Стас понял. Да. Дальше чего там. Продолжение следует...